1960 год. На левом берегу реки Кама началось строительство нефтехимического гиганта, или как тогда его называли, химкомбинатом. Вместе с ним начал расти и город Нижнекамск. В связи с быстрым развитием инфраструктуры появилась необходимость в сооружениях, которые будут способны очищать городские коммунальные истоки. Компания Нижнекамск-Нефтехим на добровольных основах взяла на себя обязательства по строительству биологических сооружений. Стоит отметить, работы по защите окружающей среды красной нитью проходят через всю историю градообразующего предприятия. В первую очередь это относится к реке Ками, к главному источнику воды для компании и города. Сегодня нефтехимики поставили перед собой амбициозные задачи – улучшить очистку сточных вод, довести ее до качества воды рыбохозяйственного назначения. Подчеркнем, требования к ней значительно строже, чем к питьевой. Для этого в конце 2015 года сотрудники компании Нижнекамск-Нефтехима приступили к масштабной реконструкции очистных сооружений. И поставить точку в одном из самых грандиозных мероприятий в сфере охраны окружающей среды планируют уже в этом году, в августе. Оценил ход предпусковых работ в рамках рабочего совещания генеральный директор градообразующего предприятия Азадбек Мурзин. Честно говоря, сделано много. И эта работа сделана с очень хорошим качеством. И нужно отметить работу и профессиональную работу наших подрядных организаций. Мы ожидаем, что выбросы в атмосферу снизятся, но практически, надеемся, и по проектной документации так есть, на 95%. Напомним, на БОС поступают как хозяйственно-бытовые стоки из города, от автозаправочных станций, автомоек, гаражных кооперативов, автосервисов, медицинских учреждений, торговых центров, так и с промышленных площадок Нижнекамск-Нефтехима, ТЭЦ-1, ТАИФНК, Нижнекамск-Шина и других. После завершения второго этапа реконструкции очистных улучшится качество воды, а также состояние атмосферного воздуха. Поэтому горожане с нетерпением ждут ввода нового узла. Молодцы, они нашли средства, чтобы все это сделать. Молодцы. Я поддерживаю их порыв о замене канализационных сетей. Я вот езжу, смотрю, они работают. Ждем запуска очистных сооружений, чтобы меньше было всяких запахов. Положительно. Конечно, для города это надо. Спасибо Нижнекамск-Нефтехиму, что строят экологические сооружения. Спасибо им большое. Сейчас не будет пахнуть. Еще молодцы. Сегодня на площадке БОЗ завершены все строительные и монтажные работы. Заново построен и оборудован узел механической очистки химозагрязненных стоков. В песколовке, камеры переключения коллекторов включены дополнительные ступени очистки в виде бассейна для сбора полимерной крошки. Ведутся завершающие работы по части механики, электрики, автоматики и контрольно-измерительным приборам. Выполняются работы на смонтированном оборудовании по пуску наладки, а также завершаются работы по благоустройству. В принципе, все работы идут согласно графику, который был утвержден ранее. На днях на площадке начинаются опытно-промышленные испытания. Опытные испытания позволят нам провести наладку оборудования и выйти на те проектные решения, то есть достигнуть тех показателей, которые были заложены проектом. Несмотря на то, что реконструкция БОЗ подходит к своему логическому завершению, на этом экологические мероприятия Нижнекас-Нефтехима не ограничиваются. Сотрудники компании ведут планомерную работу по усовершенствованию существующих и нововведенных узлов очистки стоков на своих производствах. Все это делается для надежной работы очистных сооружений и комфортного проживания жителей близлежащих населенных пунктов. Ведь забота о человеке и окружающей среде в градообразующем предприятии всегда остается в приоритете.